Сегодня у нас в продолжении изучения Евангелия от Луки достаточно непростой отрывок. Вы сейчас, если вы уже наперед смотрели, просматривали, то вы это уже видели. Если нет, то сейчас увидите. Сегодняшний наш отрывок, то есть продолжение изучения, мы читаем сегодня Луки 12 глава с 8 по 12 стих. Здесь мы видим вот такие слова. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует, меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедует перед Ангелами Божьими. А кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет перед Ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулум на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоге, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо Святый Дух научит вас тот час, что должно говорить. Аминь. Сначала, ваших пару мнений, то, что можете сказать. Или что вас здесь трогает или привлекает ваше внимание. Я, конечно, уже сказал, что это необыкновенный отрывочек. Здесь такие интересные слова звучат, которые не всегда просты, нам кажется. Ну, вот ваше мнение. Что-то скажете? Того, что трогает. Ну, не стесняйтесь. Я говорю о том, что за кулу, ну, то есть, что даже что-то скажешь на Иисуса, то есть, да, то Бог пробачивает. А вот не пробачивает, ну, как бы, кулу на Духа Святого. Вот всегда мне то интересно. Ну, как бы. Что это? Да, вот что самое, что имеется на увазе. Так, мы сейчас попробуем разобраться с этим вопросом, да. Еще кто-то, что-то может сказать? Мне кажется, спочатку, чтобы не бояться перед людьми и не прикрепиться от Бога. Потому что, ну, не справиться уже серьезно. Потому что, если... Не бояться, что, как ты сказала? Не прикрепиться от Бога. Ну, то есть... Бояться или не бояться? А, не бояться. Ну, в смысле того, чтобы не бояться перед людьми, то есть... А, признаваться. Да, признаваться. Потому что, ну, все, на самом деле, это страшно, что всегда перед людьми просто люди, а Бог, потому что я Бог. Окей, смотрите, мы с вами до этого уже два служения провели на основании вот этой 12 главы, то есть до 8 стиха, то есть, получается, с 1 по 7 уже было два служения. И мы разбирать. Мы должны, чтобы нам понять это местописание, в том числе ответить на тот вопрос, связанный с хулой на Духа Святого, что же это такое, мы должны понимать, что вот эти слова, они продолжение тех, что были сказано ранее. То есть, ситуация одна и та же, момент тот же самый, Христос говорит, учит, наставляет и объясняет что-то. Да, и в прошлый раз мы говорили о том, что Христос, вот он делал акцент о том, как важно и что важно не бояться кого? Убивающего тела. Да, и мы говорили о страхе, о смерти, мы затрагивали моменты, связанные с тем, а почему человек может бояться убивающего и бояться смерти и постарались обнаружить, что, ну, как нужно себя позиционировать, чтобы, ну, не испытывать какого-то глобального ужаса, да? Вместе с этим Христос говорит о том, что не все так однозначно в этом мире, в котором мы с вами живем. Вот, и вот эти слова, они являются продолжением после того, как Христос объяснял, что не нужно бояться убивающих тела. Важно, чтобы следить за чем? Чтобы не позволить быть убитым не только телу, но еще и душе, да? То есть, нужно бояться, он говорит, того, кто может и тело, и душу погубить, да? Поэтому вот эти слова, они продолжение. И здесь, опять же, даже вот этот отрывок, мы должны понимать, что здесь тоже все нужно, все слова смотреть в контексте с тем, что было ранее сказано, и непосредственно в контексте того, что мы прочитали. Потому что по-другому получится путаница, и мы не получим ответы. Именно по этой причине многие выдергивают, как бы, и они не видят результат, то есть, они не могут объяснить правильно, что же здесь имеют в виду Христос. Я сразу забегаю наперед, здесь, в этом отрывке, есть три составляющие фактора. Вот то, что мы прочитали, да, с 8 по 12, здесь три части. Вот этот отрывок можно подразделить на три части, которые невозможно одну без другой на самом деле использовать. То есть, мы можем цитировать, конечно же, но, чтобы получить полную картину и понимание того, что здесь говорит Христос, нельзя это разделять. Потому что тогда получится неполнота. Итак, я уже сказал, что здесь три части. Вот, может быть, вы видите какие-то три части, вот вы сказали, вот эта первая часть, вот эта вторая часть, вот эта третья часть. Ну, здесь, на стене, там только один стих, Назар показывает только один стих, вот. То есть, вы видите здесь три части, вот в этом отрывке? Первая часть, где идет речь о восповедании. Вторая часть, где идет речь о хуле на Духа Святого. И третья часть, это не заботься о чем говорить. То есть, здесь три части, но это все об одном. Поэтому мы договоримся сегодня, что мы не разделяем это. То есть, первое, исповедание Христа. Второе, речь о хуле на Духа Святого, которая не прощается. И третье, это не заботься о чем говорить. Итак, давайте посмотрим первое. Первое, сказываю же вам, говорит Христос, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и сын человеческий исповедует перед ангелами Божьими. А кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами Божьими. Как бы вы могли охарактеризовать эти слова? То есть, понятное дело, мы пишем себе, допустим, будем пользоваться доской, исповедание. Речь идет об исповедании. Ну, не исповедовать грехи, да? А исповедание, то есть, это когда ты исповедаешься. То есть, на английском это confess, да? Потом confess. Ну, исповедовать, то есть, это ты веришь. То, во что ты веришь. Поэтому речь тогда получается, о чем идет, если мы говорим о исповедании, то это определенно связано не просто с покаянием в грехах, а с чем? Мы можем сказать, что это связано с верой. Вера и что еще? И убеждения. Близкие по смыслу слова, но разные. Можем согласиться? То есть, что здесь речь идет о вере и убеждениях. То есть, до этого мы держим в голове о том, что Христос говорил, что не нужно бояться убивающего тела, да? И тогда это получается продолжение. То есть, мы говорим о том, что здесь Христос говорит, то есть, вот стоит перед тобой опасность. Пришел тот, кто хочет забрать твою... Что? Сетку с яблоками. Пришел забрать жизнь. Вот он пришел забрать жизнь. И Христос говорит, вот в этот момент пришел забирающий жизнь, убивающий тело. И Христос продолжает говорить, тот, кто исповедует меня перед человеками, того исповедую, и я перед ангелами Божьими. Божьими. А кто отвергнется меня, того отвергнусь и я. То есть, понятное дело, мы здесь видим, есть такая связка. Невозможно быть упоминаемым в Царстве Божьем, если ты... Что? Не веришь здесь... На земле, в этом материальном мире, не веришь в кого? Не веришь в Христа. Не веришь в Бога. Да? Или нет? Поэтому здесь, когда стоит вопрос опасности, то есть, он говорит, что внутри тебя, как насчет твоей веры, и как насчет твоих убеждений. Вы согласитесь с тем, что когда у человека все хорошо, как бы легче верить, правда? У тебя есть денег нормально в кошельке, да? Тебе уже не нужно верить, что ты будешь завтра есть, да? Вот в это не нужно верить. Да? Ты уже знаешь, что будешь есть. Ты уже знаешь, что на деньги в кошельке есть, и ты как бы знаешь, что ты будешь есть. А когда нет денег, то приходится что делать? Верить в то, что ты завтра будешь есть. Да? И как ты будешь верить, так ты и поешь. Будешь маловерным, поешь мало. И вследствие потом как поешь? Так потом будешь верить дальше. Да. То, что мы получаем в виде каких-то результатов, они тоже нас либо вдохновляют, либо продолжают усугублять наше положение. Да? Господи, ты же обещал, что я буду нормально себя чувствовать, да? Почему я ем милину, да? Почему милина, да? Почему кубики бульонные Галина Бята, знаете? Я так шутил, Галина Бланка. Да! Сами младенцы, да? Вот. То есть, когда нам легко, мы можем верить достаточно нормально. Вот такие, славен, Господи, поклоняйся так хорошо. Чувствуешь, когда придешь домой, у тебя все есть. Такой тыл защищенный, да? Дети будут накормлены, все будет хорошо. Никто им ничто не угрожает. И ты такой, сфобода можешь поклоняться. Ты так приходишь в церковь, тебе так хорошо. Ты чувствуешь благодать. Тут благодать, дома благодать, в кошельке благодать. Везде сплошная благодать. Хоть в государстве странное что-то нет, нет, происходит, да? Вот. Ну, вы знаете, да? Весь интернет гудит про то, что собака это валюта теперь. Вот. Ну, украинский Facebook просто с ума сходит от нового первого. Собака это можно продать пса и заплатить за газ. Одна правда и все. Да, да. Ну, просто депутат высказался, не поднимал. Сказал, и вот. То есть, я говорю, несмотря на это, мне сегодня один человек, знаете, там, назад в прошлый раз, когда было благословение Давида, да, назад поймала там один момент, где я смеялся. И он такой, смеюсь. Вот. И сегодня одна женщина, она увидела эту фотографию, и то, что я там написал про радость, она подписала, если не взирать на то, что происходит в нашей политике, есть за что благодарить Бога. Она прям так и написала. Вот прям так. И есть за что славить. То есть, вот это, знаете. И вот, когда у тебя в кошельке нормально, в холодильнике нормально, дома тепло, ты за газ не собаками расплачиваешь, как сегодня интернет шутит, да? Интернет шутит. Просто весь интернет уже два дня гудит. Украинский сегмент, как там надо. Вот. Даже по новостям, по телевизору показывают. В общем. То есть, тебе-то не нужно, ты расплачиваешься нормально, у тебя все равно нормально. Ой, классно, нормально. И ты простоишь, Господь, я поклоняюсь тебе. И тебе-то хорошо. Вот ты, а не дугайся. Если ты приходишь в церковь, а тебе реально, как той бабушке, которой было предложение с Дену продать собаку и расплатиться за газ, да, как бы, вот у тебя такая же ситуация, у тебя нечем расплатиться за газ, холодильники у тебя там, знаете, такое выражение есть? Таракан повесился. Собаки, да. Здесь собаки нету еще, да? То есть, вообще, просто беда такая. Иногда про то, что происходит среди людей, без юмора нельзя, иначе можешь расстраиваться все время. Но вот этого нету. И ты стоишь, и тебе нужно поклоняться, и ты понимаешь, что у тебя дети дома. А если еще кто-то заболел, не дай бог, сегодня болеть очень невыгодно. Поэтому нужно больше молиться и вести здоровый образ жизни. Молитва, она закаливает тело, духовно, и влияет на тело физически. Поэтому, знаете, да, Леша у нас занимается каратэ, да, вот. Тренировался на этой неделе? Да. Но вот Леша медитацией не занимается. Медитацией для чего занимаются вот все эти восточные единоборства? Чтобы влиять на свое тело, чтобы тело приобретало сверхъестественные способности. Правильно? Ну, плюс-минус. Такие уши, они сверхъестественные. Но подразумевается. Во всяком случае, все так думают. Вот. То есть, если, например, чтобы, вот, знаете, управлять чем-то темно, а тут вот все не так, ты не можешь управлять, да? Но вместе с этим, Андрей меня в прошлый раз поправил, помните, да? Я сказал, что физические упражнения не приносят пользы. Это как вставка была. Нет, нет, неправда. Потом, кстати, я на неделе слушал чьи-то проповеди, тоже была вот подобная ситуация, что-то такое вот. И тоже там речь зашла о том, что про физические упражнения. Вот. Ну, поэтому, вот, невыгодно сегодня болеть, нужно много молиться и вести здоровый образ жизни. Вот один брат у нас есть, Саша Руденко из Кривого Рога, замечательный брат. Понимаете, я вам рассказывал историю про сестру, о которой он мне рассказывал, которая попросила братьев помолиться, чтобы забор поставить. Да. Я не забрали. Я рассказывал эту историю? Да, рассказывал. Среди какая-то такая сестра, я когда-то не пополнял. Да, 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 да. Есть такое слово феня, знаешь, то есть. Она настолько живет по фене, разговаривает по фене, извините, пожалуйста, да, что даже те, которые на фене разговаривают, не поняли эту феню, понимаете. Да, потому что они же забор собрались ей пойти построить. Она говорит, нет, нет, пастор, надо зубы просто поменять. Я об этом просила, да. То есть. И он мне говорит, Алексей, давай приезжай на пост, будем поститься. То есть он со своей командой построил такой дом специальный для поста и молитв. То есть специальный, но природный такой. Уголок, там, озера, еще что-то есть, лес. Специально для уединения. Вот. И он говорит, Алексей, будет здоровый дух, будет здоровая тема. Говорит, приедешь ко мне, как попастимся, говорит, я буду... А он профессиональный, я вам рассказываю, да. Это тот брат, который постится, самый большой, он постился 40 дней, то есть 40 суток. потом он постился в 35, 30, 20, 15, 10, для него это... 10 вообще для него, в принципе, нормально. Да. Он говорит, приезжай, не надеюсь, и, говорит, будешь как кипарист. Говорит, я всех кипарисами сделаю. Это его лозунг такой. Говорит, будь духовной, будь и по-здоровому. Вот. Ну, да ладно, то есть это он меня все время тоже мотивирует. Ну, я так отклонился просто, да, то есть это когда, если чего-то нет, нужно много молиться, можно даже поститься. Хочется один проповедник, по-моему, Лидияев, пошутил, что если, говорит, у тебя закончилась еда, наверное, пришло время войти в пост. Какая-то проповедь была. То есть, понимаете, но... Вот. Мы можем очень много таких нюансов вспоминать, как бы шутить, бодрить себя, да, бодрить здесь, подбодривать, чтобы немножко хотя бы поюморить, посмеяться над ситуацией, чтобы не впасть в уныние, да. Но де-факто. То есть, когда еще там у нас проблемы с едой, еще как-то там что-то там где-то прихворали, мы это еще можем с этим как-то справиться, да. Можем. То есть, если тебе пистолет в голове не приставили, то есть ты, в принципе, можешь со многими вещами справиться, да. Вот. Но вот, когда есть опасность, когда есть самая настоящая опасность для жизни, что мы будем делать с нашими верой и убеждениями? Христос говорит об этом. Он говорит, когда, он говорил до этого об убивающем, то есть, вот убивающий ты. Мы, в прошлый раз, также, в образе убивающего представили какое-то тяжелое заболевание, да. Это тоже убивающий. А убивает тело. но, если твои вопросы у тебя возникают вот с верой и убеждений, то есть, как раз-таки, в эти моменты она вообще испытывается. И вот, если мы начинаем отходить от нашей веры и убеждений, то у нас начинаются проблемы. Тогда начинается, как раз, убивающий приобретает всю силу и власть на дна. И вот здесь Христос говорит, нужно посмотреть все закономерно. Все закономерно. Ты исповедуешь меня, я исповедую тебя. Он говорит перед ангелами Божьими, что это обозначает? Речь идет, когда речь идет об ангелах Божьих, речь идет о Царстве Небесном. То есть, если ты исповедуешь меня здесь на земле, то о тебе или как еще мы говорим, твое имя будет записано в книге жизни на небесах. И об этом будут звать все ангелы и весь духовный мир. А если ты не исповедуешь меня здесь, в этой земной жизни, то что? То я просто не смогу тебя исповедовать там. Не потому, что не хочу, а потому, что не могу. Твое исповедание здесь на земле имени Божьего, твоя вера и убеждение здесь на земле в Бога, они открывают тебе дверью в небо, либо закрывают. То есть, получается, Бог хочет спасти человека, но человек может неправильно двинуться в вопросе веры и убеждения. Видите, насколько важно то, во что мы вяем. Просто это важно. Вот нашу веру и убеждения, их нужно хранить. Хранить и вскармливать. Почему? Потому, что своей верой, своими убеждениями мы либо открываем для себя все грани спасения, либо перекрываем. Перекрываем себе кислород. Это закономерность. То есть, человек, как Писание сказано, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу только через Нима. Получается, путь этот открывается для нас когда? Когда мы исповедуем Христа. То есть, когда мы исповедуем, мы верим. Мы верим в то, что Он наш путь. Тогда ты по этому пути, и каждый из нас по этому пути может пройти. И пройти куда? Туда, где ждет Отец. Если ты не веришь в этот путь, ты просто не можешь им воспользовать. Ты никогда не будешь обращаться за помощью тому, к тому, во что ты не веришь? Или в кого ты не веришь? Кому ты не доверяешь? Разве не так? Это же правда. И здесь Христос говорит, вот здесь просто мы должны вести эту закономерность. Пришло время сложное. Пришла опасность. ты будешь исповедовать Христа в это время? Или твои вера и убеждения будут перечеркнуты тобой? Это знаете, как в Писании сказано? Всякий взявшийся за плуг и озирающийся назад, то есть смотришь назад, что сказано? неблагонадежен для Царства Божьего. То есть человек, который как бы вроде бы двигается сюда, но на самом деле смотрит все время назад, ему сложно. То есть когда человек не бережет свою веру и свои убеждения, такому человеку становится сложно. Потому что так же Петр сказал, или Яков сказал, не помню. что сомневающийся подобен морской волне. Яков, да, Яков. Ветром что? Раздуваемый, разгоняемый и разбивающийся оскал. То есть вот здесь всегда вопрос, ты либо веришь, либо не веришь. Ты веришь только тогда, когда хорошо, или веришь только тогда, когда плохо. Вчера прозвучал в Ковеле вопрос, но вера же, например, покаяние, это же вот оно связано с эмоциями. Я ответил, да, связано с эмоциями, но это не эмоции. Покаяние это не эмоции, потому что все, кто покаялся, или совершал молитву покаяния, на различных евангелизациях, на различных мероприятиях, где был призыв, и человек почувствовал какие-то эмоции, его маленько прокачали эмоционально, то что он прокачался, так оно всегда бывает. Все, что связано с евангелизацией, оно всегда достаточно эмоционально происходит. Но те, кто открывал свое сердце на основании эмоций, а не на основании принятых решений, ведь убеждения это принятые решения. Не просто эмоции, а именно принятые решения. Их ты не видишь ни в церкви, ни молящихся, не поклоняющихся Богу. Невидимых. Кто-нибудь участвовал в евангелизациях когда-нибудь? Вот здесь все есть. Я думаю, что в той или иной мере каждый из нас участвовал в евангелизациях. Или присутствовал на евангелизациях. И мы видели, как огромная толпа людей вдохновленная, чудеса происходят, какие-то невероятные вещи Бог совершает, люди это все видят. «Вау! Я хочу такому Богу!» Но все, вся его мотивация, я когда смотрел, я так себя по-особенному чувствую, у меня тут мурашки по коже, все. Точно это что-то особенное. У меня вот человек, который базирует свою веру на мурашках по коже, это первый кандидат, даже если он пришел к церкви, но это первый кандидат, который скорее всего остается. Потому что вера и убеждение это не эмоции. Эмоции могут быть, но это все базируется на основании решений. Человек когда чувствует Бога должен каяться или когда не чувствует Бога должен каяться. Как делать? Тоже звучал вчера такой вопрос в поле. Ну а если я ничего не чувствую, что делать? Если это решение человека, тогда и путь христианства будет легче, если ты принял решение, если ты еще обладаешь характерными чертами как человек, что ты не будешь отходить от этого решения, то ты будешь соответствовать своему выбору даже в схожем ситуации. Это всегда Богу мы поклоняемся не от того, что мы чувствуем, я чувствую, Господь хочет, чтобы поклонялся. Слушай, да не надо ничего чувствовать. Написано черным проблемам. поклоняйся мне. Там же нигде не написано вот ты проснешься, почувствуешь особенный прилив сил, встанешь, как Валя вспоминала в дающей жизни, каждый что-то приносит, встал с той ноги, не с той ноги, и тут ты вдруг становишься, ты почувствуешь, что ты встал с правильной ноги, потому что мрачки по коже, все как-то по-особенному, и вот теперь в этот момент, когда ты почувствовал это, давай поклоняйся мне, говорит Господь. Мы читаем это в Писании? Мы не читаем этого в Писании. Мы читаем в Писании, что Бог ожидает верности и поклонения Ему независимо от того, что ты чувствуешь. Почему? Потому что когда ты будешь по-настоящему поклоняться не на основании эмоций, а на основании убеждений, веры и принятых решений, вот тогда ты и почувствуешь что-то. Блаженные невидевшие и веровавшие сказал Христос Фоме какому который подверг свою веру и свою убежденность невероятному стрессу. И это он сделал сам. Поэтому Бог говорит, что мы должны поклоняться независимо от того, что мы чувствуем и что мы ощущаем. Поэтому вера в Бога это не эмоции. Вера в Бога это убеждение и принятое решение. И Христос говорит, верность ты можешь сохранить, когда ты что? Когда ты принял решение быть верным, а не когда ты чувствуешь, что тебе нужно быть верным. Это не нужно чувствовать, это просто нужно знать, об этом сказано, вне наших чувств. но для нас всегда возникает вопрос. На самом деле, в моей жизни было много раз, когда я как Фома неверующий. Я подвергался этому состоянию, когда манией веры и убеждения, мое исповедание, я чувствую, что меня просто колышет вот так вот. Не колышет, колышет, мягко калашматит меня. И вот когда человек, знаете, такое выражение есть, бесхребетный. Слышали такое выражение? Люди говорят, ведет себя как бесхребетный. Нет вот этого столпа, нет, мне на чем устоять. Вот тогда ты будешь как ветром разгоняемый, волна разбивающаяся окна. Христос говорит, нет третьего, есть только ты либо исповедуешь меня, и я тогда смогу тебя исповедовать, либо ты не исповедуешь меня, извини, но и тогда и я не смогу тебя исповедовать, потому что я могу исповедовать тебя лишь только на основании того, что ты убежден в том, кто я есть на самом деле. Согласитесь с этим? Сможете согласиться? Это очень важно. Второй момент. И вот мы подбираемся уже. Помните, мы говорим все в связке. Ранее мы говорили убивающий тело, убивающий душу. Сейчас Христос говорит об исповедании. И вот сложный момент для многих из нас понять, что же здесь будет дальше. Речь идет уже о Хуле, о Дух Святой. Это вторая составляющая сегодняшних наших размышлений. И всякому кто скажет слово на Сына Человеческого прощено будет. А кто скажет Хулу на Святого Духа тому не простится. И вот мы подошли с вами к сложному вопросу. Ну я думаю что он в некотором роде сложный. Хула так маркер плохо пишет уже хула на Дух Святой. Вот какие-то ваши соображения есть по этому поводу? Вот может быть вы пробовали думать что-то читать искать что же это такое и сказано что не проститься вот удивительно не проститься что же это такое Хула на Дух Святой. Ну попробуйте. Как вы думаете что это такое? Грех что это? Теория по которой мы многие может не все но старшая часть нас училась теория Дарвина на моем взгляд это ярко я лично так думаю что это Хула на Духу Святого потому что он полностью опроверг все действия Бога Дух на верность Ему не проститься это? Ну я не знаю ему я вот слове написано История Дарвина говорит о том что вы знаете Дарвин был сыном священника вообще да и очень многие его работы это был некий протест который он написал атеисты взяли это за основу атеистам видимо прикольно верить мне нравится эта история появления человека я ее всегда быстро коротко рассказываю было однокреслощее существо называлось инфузорией туфелька или амбиома ну какая больше нравится они между собой не контактировали потому что та туфелька та амеба вот и вот она такая однокреслощее существо и вот она такая бродит такая что это я одна начинает давайте разделюсь начинаем делиться ух ты смотришь уже две туфлики два собака горят пара а они такие опа поговорили между собой что это настолько двое давай поделим и такие оба поделились сами и такие плавают 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 а че мы такие какие-то странные почему мы туфельки ботинки еще что-то буду рыбой ну такая плавает и буду рыбой и что буду рыбой буду красиво мне будут власты хвост и жапы а ну я же должна буду есть что-то да интересно только что она ела ну хоть зубы пусть будут тоже сверхъестественно она поделилась стала рыбой рыба плавает плавает что это я все время в воде заглянула одним о там суша есть бананы растут и выползает такая плохо быть в чешуе на этом мире в этом мире образцу шерсти берет чешую скидывает образцная шерсть мутирует там жабры атакует это не тема это уже не в тренде жабры надо легкие взял как легкие выраст и уже дышит кислородом а те которые еще не передумали выходить из воды она на них пальцем атака плаваете ну плавайте рыбы смешные надо что-то есть бананы и думает ну все уже буду обезьяной обезьяны все время нужно ползать по деревьям чтобы придумывать потом что палку-копалку палку-сбивалку и так получается что обезьяна превращается в мыслящего хомо сапиенсы вот и такие хомо сапиенсы они потом тоже мутируют вот прикольно да ну это поблизительно по теории Дарвина потому что школьники изучают несколько лет в школе я рассказал чем быстро да это и эти антисемиты я уже антисемитов вспомнил атеисты они да воспользовались тем что Дарвин писал но Дарвин история говорит о том что он в конце своей жизни покаялся в написанном мраке и получается он если он покаялся то тогда он получает что прощение вот здесь важно нам разобраться значит есть то в чем ну как бы в чем точно то есть вот все это совершилось и все кайся не кайся значит нет это это не не с внешней степени это внешней степени потому что тогда человек везде 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 он открывается он сам являет святом и показывает правду а тогда если люди это выкидывают потому что она закрыта для себя она имеет свои переконания и она это держит и закрывается Прямо в точку практически, да? Вы представили, что мы реализировали, что мы реализировали. Тоже хорошо. Это невизнание святости силы. Вы вдвоём один другого дополнили и ответили на этот вопрос. Мы просто сейчас срезюмируем, чтобы понять. Тогда получается, хула на Дух Святой, это не совсем грех, вот именно в том понимании, что грех как пошёл убью, да? Или пошёл украл. Воровство это грех, убийство это грех. Здесь, тогда получается, здесь речь идёт о чём, если это Дарвин, что в конце жизни пока... Писание говорит, что Христос взял на себя не только все наши немощи и болезни, но грехи всех нас понёс на себе. Получается, а здесь сказано, что не проститься... Может ли одно другое, ну как сказать, одно врёт, другое не врёт? Нет. То есть просто нужно понять тогда, о чём идёт речь. Вот в этом вся речь. То есть мы тогда здесь сейчас получим для себя, ну если не стопроцентно, то думаю на 90% более-менее плюс-минус точное определение, что же это такое. То есть если Христос взял на себя грех всего мира, значит получается нет такого греха, который Христос не взял на себя. Соответственно нет такого греха, который может непрощённым быть. Правильно? Тогда получается, а здесь сказано, что Христос взял на Дух Святой, она не прощается. То есть здесь получается не совсем речь идёт о грехе, как о действии. Но как Андрей сказал, речь идёт тогда получается это состояние. Речь идёт о состоянии души человека. Помню, да, мы говорим всё в связке здесь. Речь идёт о состоянии. А Вадим вспомнил, когда Христа обвиняли в том, что он изгоняет бесов силу Вильзывула. То есть что получается? Они видят конкретные события, которые подходят по описанию к Мессии. Человеку становится хорошо, человек освобождается от бесов, бесы уходят. Но они берут это и называют чем? Что это нечистое. И как раз таки в другом Евангелии именно вот это обвинение становится поводом для этих слов. Потому что хула на Дух Святой ещё и в другом месте описывается. И там как раз вот эта ситуация становится поводом для разъяснения. То есть здесь получается, это не само действие, которое конкретно называется грехом. А это состояние, это совокупность каких-то действий, ощущений, пониманий, представлений. Или мы говорим, это вопрос опять касается веры и убеждений. То есть это состояние. А теперь, чтобы ещё было более понятно, то есть речь идёт о том, что человек понимает, что это истина, он видит, это истина, но он её отвергает. Это вы вдвоём. Каждый своё слое слое слое. То есть видит истину, но её отвергает. Как это? Это когда, ну давайте какой мы пример возьмём? Ну Дарвина мы вспомнили. В тот момент, когда он пишет вот эти все свои работы, он понимает, что это некий протест. Об этом потому, что историки говорят, да, исследователи, персонажи, да, или биографы. Он понимает, что так не может, кто берёт это и пишет. Он потом в конце своего пути раскаивается об этом всём. Ну вот он это пишет. В тот момент, когда он это пишет, он протест, не важно что. У него формируется что? Некая вера и убеждение. Потому что ты можешь что угодно написать, если ты в это не веришь и не убеждён в этом, ты не сможешь это донести так, чтобы это было принято другими. Да? Вот когда Мария Ивановна вызывает Лизу, например. Вот. Ну не знаю, была у вас Мария Ивановна. Вот кто там у вас. Стихотворение очень. И я вас спрашиваю, ты выучила, Лизочка, стихотворение? Да? У вас кто по литературе был? Не помните? Мария Федоровна. О, Мария Федоровна? О, я, смотрите, очень старый. Неправильно сказала, да? Я попал. Ну, о, хорошо, Мария Федоровна, да? И Лиз говорит, да, я выучил это стихотворение. А сама знает, что не выучила. И она говорит, ну иди к доске, будешь рассказывать. И Лиз выходит. Ты точно знаешь? Точно выучил? Да, я всё выучил. Ну давай, рассказывай. И вот это, жили-были, пауза, да? Кто жил-был? Дед и баба? Нет, ну там тот. Так ты выучила? Да, я выучил. Ну рассказывай, да? А на самом деле не выучила, да? Не можешь сказать? То есть когда ты начинаешь так рассказывать. Все на доске стояли, стихотворение рассказывали. Я столько раз попадал. Я все время говорю, да, я выучил. Не до Ивановна замысла такая у нас была преподаватель. Такая очень строгая. Мы её все боялись. Выучил врачу? Да. Ну выходи. И вот это вот. Она меня там вообще. Проверяла, испытывала моё научение. Вот. Она говорит, ты ж не выучил. Как не выучил? Выучил? Вот. И ну давай, рассказывай. И вот это вот. Я тоже жили-были, дед и баба, да? Ели кашу с молоком. Садись. Два, говорю, дедчик. Вот. То есть когда ты не выучил, когда ты не знаешь, ты не будешь что? Уверенно говорить. Тебя легко раскусить. Поэтому я говорю, вспоминая Дарвина, он был убеждён в тот момент. Ну он сформировал такую базу для себя. Базу убеждений. Базу такой веры своей. Базировал на чем-то себя. И всё это преподал в мир. И был очень убедительным. В тот момент, когда он в это верил то, что изобретал, мог он покаяться. Он был убеждён в этом, он не может покаяться. Почему? Потому что он в данный момент убеждён в том, что то, что он говорит, это правда. Соответственно, если эта правда отвергает Христа, хотя где-то внутри он всё равно понимает, что вот правда другая несколько. Потому что глаза видят, души слышат. Но он продолжает говорить другое. То есть, ну он как бы вот... Ну в этот момент он не может покаяться. Почему? А он не воспринимает, не восприимчив. Поэтому это речь идёт о состоянии. Ну вот, происходит дальнейшая судьба. Происходят изменения. И что? И он... Мы видим, допустим, узнаём информацию о том, что он совершает покаяние и отречение от всех трудов, которые он делал. И признаёт их недействительными. А вот в этот момент что? Он может покаяться уже? Может покаяться. То есть, почему? Потому что он признал то, что он делал раньше, является неправильным. Соответственно, становится открытым для чего? Для того, чтобы верить и исповедовать в истину. То есть, поэтому когда речь идёт о хуле на Дух Святой, речь идёт о состоянии, что в определённый момент убеждений человеку просто, ну не может он покаяться. Поэтому ему не получится проситься. Я смотрел разные переводы. Там один или два перевода. Речь идёт о том, что не связано, что не проститься, а переведено как не может быть отвязанным. Понимаете? Не может быть отвязанным. То есть, пока человек в чём-то убеждён, если он убеждён неправильным, он не может быть отвязанным. То есть, это его не отпускает. Не отпускает куда? В правильную сторону. Чуть не отпускает, да? Чуть не отпускает. Чуть не отпускает. Не прокатило шутку. Знаете, если людей их не отпускает. И этот человек не отвязан, не может быть отвязанным. То есть, это некое убеждение, в момент которого... То есть, человек, находящийся в определённый момент в этом убеждении, то есть, это убеждение не связано с исповеданием Христа, он просто что? Не может получить прощения. Для него это что? Закрыто. Есть, конечно, ещё разные версии о том, что же такое хула на Дух Святой. Но я думаю, что если мы смотрим вот здесь связки, то здесь всё привязано, то есть, одно из другого вытекая. То есть, человек. В чём человек убеждён? Если человек убеждён в обратном, не то, что его ведёт ко Христу, то такой человек по факту не может получить чего? Спасение. Большинство комментаторов, они говорят, что это когда человек видит истину, понимает, что это истина, да? В случае с Иезеулом, да, и обвинениями этих. Но продолжает уверенно говорить, что это не истина. Причём не надо реки. Да, да. То есть, вот это, опять же, то же самое состояние, в котором человек просто, ну, не может. То есть, видя истину, не соглашается с ней и отвергает её. То есть, вот в этот момент, когда он отвергает, он просто не может получить прощения. Но если каким-то путём Бог его переубеждает или что-то, да, меняет его мнение, меняет его убеждение, такой человек получает что? Прощение. И здесь вопрос веры и убеждения. Во что ты веришь? В чём ты убеждён? Я вчера приводил в Койле пример, когда приставили человеку пистолет в плеску. И говорят, если не отречёшься, он тебя убил. А отречёшься, будешь жить. И вот здесь, что опаснее для человека? Вот так, если мы возьмём, опустим вопрос эмоций и чувств, а чисто с духовной позиции. Что опаснее для человека? Называешь пистолет? Опаснее при такой постановке вопроса остаться живым в теле. Почему? Потому что это будет обозначать, что ты что сделаешь? Убедиться. Убедиться. Отрёкся. Предал свою веру и предал убеждение. За счёт этого остался жить. И об этом Христос говорил выше, что не бойтесь того, кто убивает только тело, но бойтесь того, чтобы вам потерять тело и душ. То есть в одном случае ты теряешь только тело, а в другом случае ты и то и другое теряешь. И здесь сразу напрашиваются примеры кого? Есть два человека, которые похожи и в ситуации оказались. Оба апостола. Один получил спасение, другой потерял всё. Пётр и Иуда искали вот. И тот и другой что сказали? Я не знаю. Но Пётр сказал, я не знаю, но сам знал, об этом сожалел. А Иуда он знал, но продал. То есть он даже принял награду. Хотя многие комментаторы говорят, что он не до конца осознал, потому что мы потом видим, что он возвращает деньги. Он не до конца осознавал суть трагедии, которую сделал. Но в его случае это было что? Некое сожаление. Потому что на самом деле Иуда искали вот почему пошёл на продажу друга? Потому что друг для него перестал быть другом. Вы можете с этим согласиться? Ну ты пойдёшь продавать друга, если ты глубоко убеждён, что он твой друг. Кто-то, говорят, предал друга, да? То есть получается, что как бы остались с друзьями, но предательство у нас. Нет. Если предал, это уже перестал быть другом. Потому что он должен был, чтобы предать тебя, он должен был изменить свои убеждения. Потому что почему получается Пётр и Иуда между ними разница? Пётр не предал убеждения, а отрёкся только просто от человека. Поэтому и сказал Христос здесь, и мы прочитаем, что если ты произнесёшь хулу на сына, это прощается. А если произнёшь хулу на Дух Святой, это не прощается. То есть это разные состояния. И Пётр не отрёкся от убеждения, он бы продолжал верить, что Христос он Христос, поэтому он потом страдал. Но он не продавал, он просто отрёкся. А Иуда что делает? Он не просто отрекается, а идёт, продаёт всё. Он сказал, это не моё. То есть он себя как бы от себя это отпустил, оторвал. Это не моё. И вот в этом и тяжесть. И Пётр в итоге потом что? Возвращается на ту позицию, с которой из-за чувства вины. О том, что он пошёл неправильным путём и отрёкся от Христа, Сына Божьего. Бог это видел и возвращает его на его позицию. А Иуда Искариот идёт и что? Что сегодня происходит? Идёт и вершится. Всё. Вот это состояние. Два разных состояния. Но они все подвязаны к чему? К вере и убеждению. И последнее. Я уже заканчиваю сколько времени говорю. О, как раз. Я укладываюсь. Третье. Иисус говорит. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботясь как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас тот час, что должно говорить. То есть, что же это означает, когда вас приведут в синагогу. Ты не пришёл сам в синагогу, тебя привели. Для чего? Чтобы судить тебя. Тебя привели в синагогу, чтобы судить тебя. Он об этом говорит. Если тебя приведут в синагогу и к власти начальством и властям. Помните Христа? Пилат, Ир. Перед этим Синедрион. Это как раз синагога, начальство и власть. Не заботьтесь, что вам говорить, если вы оказались в таком положении. Потому что сам Дух Святой даст вам что сказать. Это не к тому, что, знаете, как люди иногда не готовятся к проповеди или ещё почему-то. Знаете? Мы живём по откровению. А обычно я знаю, что, ну так, из практики. Бог даёт откровение тем, кто делает какие-то усилия. Потому что, знаете, откровение это подобно золоту в высшей пробы. Огнём очищены. Это очень дорого. А оно без усилий не бывает. Поэтому это не об этом. Но в некоторых случаях это, конечно, срабатывает. Срабатывает. Но не всегда. В основном Бог даёт откровение на усилия. То есть, когда ты готовишься, ты можешь приготовиться к выступлению. Бог может всё это поменять. Но главное, что ты готовился. Вот это очень важно. Для Бога вот это важно. А то, там, что там ты у себя придумал. Он подкорректирует. Что-то даст тебе сказать. Что-то не даст тебе сказать. Вот. А вообще может всё поменять. Так было в моей жизни так было. Но главное, что ты прикладываешь усилия. И вот он говорит, ты оказываешься в сложной ситуации. Какой? Когда вот желающие убить твоё тело, начинают с тобой судиться. Начинают с тобой разбираться. И он говорит, не заботься. Что сказать? Что это означает? А это означает всего лишь просто. Когда у тебя есть, что ты исповедуешь Христа перед людьми. То есть, ты не стесняешься. Как ты заговорил, да? Вот. У тебя есть вера и убеждение. Ты в этой ситуации, когда ты убеждён в Боге. Убеждён. Сомневаться можешь. Но всё равно твоё убеждение – это такой некий якорь для твоего корабля. Сомнения ко всем нам приходят. Ветер. Паду. Тебя поштармило твою лодку. Но когда ты убеждён, то лодку может расшатать, но якорь не на что сделать. Уплыть куда-нибудь непонятный вон и перевернуться. Вот. То есть, когда у тебя есть убеждение, ты в любой ситуации контролируешь что? Всё, что происходит в округе. Ты контролируешь. И тогда что? Ты не окажешься в состоянии, которое здесь Христос называет «вла» на Дух Святой. С иными словами, ты всегда будешь знать, что тебе сказать. Я себе ещё отметил. Человек в любой момент может оказаться перед требующими отчёта веры и убеждения. Что здесь Христос хочет нам сказать? Он как бы говорит нам, что в какой бы ситуации верующий человек не оказался, его главная задача – оставаться верным в своей вере и своим убеждениям. Когда человек занимает твёрдую позицию, тогда приходит в Духе на ум и то, что нужно сказать. И в завершении ещё верность Богу, верность своей вере и убеждениям приводит человека в состояние, когда проявляются сверхъестественные способности. И здесь через всё то, что мы прочитали и разобрались и ранее говорили, когда начали говорить об опасности для нашей души и для нашего тела. Речь идёт о чём? О верности. Речь идёт о верности. И верность – это всегда большая ценность. Мы знаем из Писания, как Бог говорит, «Ни жертвы хочу, а чего?» «Ни жертвы». «Ни жертвы – верность». Люди в радости, когда у них всё хорошо, могут их жертвы приносить, всё могут делать. Потому что это не сопряжено с чем-то тяжёлым, в чём действительно испытывается твоя жизнь. Ну, у тебя всё хорошо. Благодать на благодать. Классное состояние, да? Это же здорово. Благодать не было, представляете? Называется «благодать на благодать» – это когда масло масляное. Речь, когда ещё так люди говорят «сыр как сыр в масле катается». Успокойся. Нам так проще. Но всегда вопрос – как ты будешь проявлять свою верность, когда в твою жизнь придут шторма, були и опасности. К этому Хрисус говорит. Не нужно бояться убивающего просто тела. Нужно бояться потерять душу. А вместе с душой, как правило, теряется и тело. Но чтобы это не допустить в своей жизни, нужно что делать? Исповедовать. То есть, сформировать в себе веру и убеждение. Потому что верующему что? Писание говорит. Всё возможно. Верующему возможно всё. И тот, кто выстроил в себе веру и убеждение на основе Божьем, внести Бога, такой человек сможет оказаться верным в любой артической ситуации. И не оказаться в состоянии, которое не простится. Всё здесь говорится о нашей славной верности. Поэтому, если вдруг какие-то были ноты грусти, вы, пожалуйста, не грустите. Но здесь точно ноты ответственности. Речь идёт об ответственности. И наша верность, это самая мощная валюта. Наша верность. Смотрите. Верность ценится. Ценится верность среди людей? Ценится. Ценится верность в семье? Ценится. Так же верность ценится и Богом. И когда Бог находит наше сердце верным ему, тогда человек становится способным пройти всё. И не будет таких моментов, когда он окажется в положении, например, подобного Иуде. Очень хороший пример Иуде. Человек, который всё потерял, но оказался верным Богом. У него было мощное убеждение, которое по-прежнему будоражит мой разум. Я даже не раз молюсь, Господи, дай мне быть копилов. Я не хочу, конечно, чтобы, знаете, в мою жизнь пришли все испытания копилов. Но вместе с этим его убеждение, знаете, какое было? Простая фраза, которую он сказал. Она прямо так и написана. Бог дал, Бог взял. О-о-о. Вот это убеждение. И именно эти убеждения, эти слова характеризуют Иова как личность устойчивой. И смотрите, все отреклись от него. Все отказались. Три друга остались. И то засомневались в нём. И они пришли проводить исследование. В чём он сам решил? Жена просила, чтобы он похулил Бога и умер не потому, что она не любила его. Она просто его умер. Всё, её вся жизнь надо предписать. Десять детей потерять. Всё имение потерять. Власть потерять. Возможность потерять. И он ещё в струпьях проказа лежит. А? Я не говорю, что мы должны подвергаться ему. Не дай Бог. Не дай Бог. Но я даже живу. Иногда люди негативно говорят о жене Ио. Да просто попробуй пройти всё это. Тут с ума сойти можно. Но именно его убеждения. Бог дал. Бог взял. Эти слова характеризуют его убеждения. И что мы потом видим? Он исцеляется. У него рождаются ещё дети. Столько же. Восстанавливается всё богатство. Писание говорит, что умножил его богатство. И он остался в состоянии править. И дочки такие были галые. На земле такие пишенные были. Очень потрясающе. Бог говорит про него. И если смотреть внимательно в тексте. То те 10 детей, которые погибли. Ну как бы да. То написано, что Бог их забрал. Получается что? Иов никого не потерял. Потерял здесь на земле. Но не потерял по факту вообще. Потому что Бог забрал. Это означает, что Иов потом с ними раздрится. А? Пусть Бог нас благословит. А чтобы у нас были такие убеждения. Чтобы мы продолжали Христа исповедовать. Во что бы это ни стало. И в каких бы ситуациях мы с вами не оказались. И тогда мы увидим с вами невероятные чудеса. Силы. Победы. И торжества Божьего в нашей жизни. Аминь на сегодня. Аминь на сегодня. Если есть вопросы, задайте их. Спасибо. 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 Спасибо.